Мама и дочь на костылях. Семья переселенцев, которая нашла приют в Мариуполе, не может справиться со своей бедой. У матери-одиночки нет денег и сил, чтобы вылечить свою шестилетнюю дочь и поставить ее на ноги. Тему продолжит Юлия Меншакирова. Совсем недавно шестилетняя Даша Киричук начинала свое утро с зарядки прыжков и бега. Но несколько месяцев назад мама девочки заметила. Дочь хромает. Марина встревожилась. Ведь она сама инвалид второй группы. Из-за больных суставов передвигается только при помощи костылей. Я сначала думала, что на меня копируют. Знаете, передразнят, как дети мам. Повели ее, сделали рентген и выяснилось, что у нас с тазобедренным суставом непорядок. Дашу поразил редкий недуг – болезнь пертесса, при которой в бедренной кости нарушается кровообращение и со временем разрушается сустав. Врачи запретили любые нагрузки и прописали полупостельный режим. Я жила, мне делали уколы. Вот я сначала плакала, но потом потихоньку не плакала. Марина и Даша – переселенцы из Кировского. В Мариуполе семью на время приютила одна из христианских общин. Они практически не выходят из дому и даже море видят только издалека. У меня сейчас 250 гривен на месяц в кошельке. Их как надо растянуть. А как растянуть? Лекарства для Даши невероятно дорогие. За помощью Марина обратилась в гуманитарный штаб Рената Ахметова. И вот посылка с необходимыми для жизни медикаментами доставлена в аптеку. Мы едем за ними в редакционном автомобиле. Марине и Даше каждый выход из дома дается с огромным трудом. Я, бывает, через дорогу с остановки на остановке переходим. Дарья быстрее меня бежит. Не успеваем. Да и тяжело. Даша, несмотря на недуг, любит ходить и даже пытается бегать. Она отказывается верить в то, что болезнь может быть сильнее ее. Тетенька, где мы лекарства? Вот она. Пишите таблеточки, да? Да, я думаю, в каком они городе продаются. Вот же везет мне сегодня. Даша с мамой уже несколько месяцев в Мариуполе, но оформить инвалидность девочки не могут. Документы, выданные на неподконтрольной территории, не действительно здесь. Нужно ходить по инстанциям, но на это нет ни времени, ни сил. Девочке также необходимо длительное лечение. Штаб Рената Ахметова взял эту семью под опеку. Болезни Даши можно побороть. Кроме помощи в лечении, мы готовы взять семью под социальное сопровождение. Для этого мы подключили наши активы в городе Мариуполе, которые взяли их под контроль. Мы будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку, выполняя поставленную Ренатом Ахметовым задачу. В этот раз удалось осуществить заветную мечту Даши. Девочка впервые смогла прикоснуться к морю. На костылях тяжело удержать равновесие на мокром песке. То, что для обычных детей развлечение и игра, для этой девочки маленькая, но важная победа над болезнью. Даша бросает в море ракушки, загадывая желание для мамы. Она была здоровой и не болела. С первого дня болезни и по сегодня эта семья была один на один со своей бедой. Но сейчас появилась надежда на выздоровление. Юлия Меншакирова, Александр Шмырев. События. Канал Украина.